Так, значит, всем привет! Сегодня мы будем делать слепой тест 12 видов виски. Слепой он будет для меня, для Малиновского он будет не слепой, потому что он будет наливать. Смысл этого видео в том, что я много раз себе задавал вопрос, ну, я часто пью виски, и всегда хочется купить виски какой-то получше, там, сингл, 12 лет, потому что он поароматнее, поприятнее. Действительно ли стоит он тех денег, которые за него приходится переплачивать, потому что иногда, когда пьешь условный какой-нибудь Red Label, то кажется, что да и нормально, тоже сойдет и с льдом, и так тоже, в принципе, неплохо. У нас, соответственно, сегодня будет 12 видов виски, из них один будет коньяком, это будет вопрос с подвухом. Я буду пытаться понять, могу ли я сам понять, где какой виски, стоит ли мне за них переплачивать лишние деньги, нравятся они мне или нет. Сейчас скажу немного про каждую из бутылок. У нас есть четыре виски сингла 12-летних, то есть шотландский скотч, три из них это Holland, один это Island, и какие-то из них там я чаще пил, какие-то нет. Мне нравятся Glenfiddich и Singleton, Singleton один из самых недорогих синглов 12-летних, такой среднестатистический Glenfiddich, и Крэген Морд вообще какой-то, вот я новый взял. Вольнёске, что ты можешь сказать про вот эти? Я могу сказать, что про те, если и про воду такое в малых абсолютно количествах, мне больше, конечно, импонирует попробовать и посмотреть реакцию на вот этот имени себя практически виски. Но самое главное из-за чего? Из-за того, что он производствовал в этом Макай, поставщика виски на полярную экспедицию то ли Шеклтона, то ли Скотта. Это его, по-моему, Шеклтона. Что, в принципе, и нас связывает с интеллигентарными событиями. Малиновский настоял на покупке виски своего имени. Также для разнообразия у нас есть бленды. В основном трёхлетние. Это Valentine's, Red Label, Black Label, Скотч. Red Label, мне кажется, таким наиболее по соотношению цена-качество завсегдаточным напитком. И от Black Label, мне кажется, его отличить не смогу. Также Bourbon Jim Beam и Jack Daniels. Это американские они, соответственно, на вкус кажутся такими лёгкими, сладкими. Но вот будем пытаться понять, отличаются они чем-то в слепом тесте или нет. То есть будем пытаться исключить вот это вот влияние маркетинга о каких-то там торфяных нотках, фруктовых привкусах и ароматах. Также у нас один ирландский виски Jameson, один российский виски. Будем пытаться отличить его по качеству, отличается он от скотча или нет. И один подвох будет. Вопрос с подвохом. Это коньяк. Так, если окажется, что коньяк я не смогу отличить на вкус и на запах от вискаря, ну, значит, вообще это всё бесполезная фигня. И можно покупать коньяк за 600 рублей, а не за 4-5 и так далее тысяч виски. Здесь, конечно, не присутствуют в этом ряду Macallon и Unnock. Хотелось бы их, но лучше, чем это то, сколько сейчас стоит Macallon, там 13-14 тысяч, это полный капец. Это не будем мы делать. Соответственно, наливать мы будем каждый раз в новую стопку. У нас для этого предусмотрим 24 стопки. Я буду слегу оценивать это по запаху и по вкусу. И, ну, естественно, с закрытыми глазами, чтобы не видеть цвета, в том числе, напитка, а Малиновский будет их наливать и переносить, а сам будет тоже пить. И, я думаю, стоит, будем записывать, я буду записывать на бумагу свои ответы, чтобы не запутаться и свои ощущения, а Малиновский будет записывать правильные ответы, и в итоге мы потом это всё сравним. Также, я думаю, есть смысл заранее сказать мои мысли о каждом из этих напитков, чтобы сравнить их с тем, что я буду в процессе этого теста комментировать. Начнём с коньяка. Ну, коньяк – это коньяк. Я надеюсь, что я его отличу от вискаря, потому что, если я его не отличу от вискаря, то это всё не будет никакого смысла. Российский виски Nobelstack, он очень пахнет спиртом, на вкус он жгучий, и, мне кажется, его будет легко отличить. Я надеюсь, по крайней мере, он такой, максимально такой самоконно-спиртообразный. Юра никогда не пробовал. Крэгганглор мне изначально показался самым терпким из синглов, которые я пил, но когда я пил его ещё раз, мне он уже показался тоже довольно таким гладким, с каким-то среднестатистическим вкусом, поэтому, не знаю, выделю я его или нет. Синглтон – один из, наверное, моих по соотношению с накачечной любимых вариантов. Я не уверен, что я его отличу от того же самого Глинфидика, но Глинфидика, мне кажется, из них самый яркий, с таким самым светлым цветом, с самым жгучим, приятным таким вкусом. Балантинс – также, мне кажется, вкус более яркий, чем у обоих лейблов. Лейблы довольно терпкие, на мой взгляд, и какие-то вот прям такие среднестатистические, потому что намешиваются, наверное, из кучи бочек, чтобы поддерживать какой-то один стабильный вкус. Я уверен, что Red Label от Black Label я на вкус практически не отличу, поэтому это будет самое сложное. Джим Бим – яркий, светлый вкус, имеет и сладковатый, потому что это все-таки бурбон. И такой же, примерно, похожий, яркий у Теннесси Виски, у Джек Дэниелса. Джеймсон, я не знаю, отличу я от Балантинса или нет, ирландский от скотча, но посмотрим. Было переставить, получается, в логике. Ну, по логике они как-то все-таки скотчие, американские, ирландские, символиатые. И я рассказал некоторым своим друзьям и знакомым про эту идею, и они сказали, что это очень интересно, поэтому в том числе я снимаю это и для них, не только для себя. Так, у нас 24 стопки подготовлено, в стаканах будет вода, чтобы чередовать, запивать водой, чтобы вкус не смешивался. Ну, и сейчас начнем первый этап. И еще одно важное замечание, что для теста мы будем наливать в каждую стопку по 20 мл, то есть по полустопки, чтобы просто не накидаться и не потерять, соответственно, способность к оценке вкусовых качеств и запахов напитка, потому что тогда никакого смысла уже не будет. А так, в общей сложности это будет 240 грамм, что, в принципе, не приведет даже к сильному опьянению. Мы так считаем. Мы так считаем. Хочу сказать про уровень нашей компетенции в оценке виски. То есть мы не какие-то снобы по виске, мы просто его любим иногда вискарик попить. В основном хороший вискарик, как нам кажется, чистым или со льдом. С колой мешаем только что-то подешевле, типа Red Label. В плане обоняния у меня вообще проблема, очень слабое обоняние. Буду, конечно, пытаться что-то на запах понять, но насколько это будет успешно, мы поглядим. Первый образец. Я искренне надеюсь... Вообще, в каждой из стопки можно было бы пускать тупую шутку на тему того, что да, это однозначно виски. Но учитывая того, что все-таки мы взяли один коньяк, можно 12 раз попасть в просак. Ну, по крайней мере, мне кажется, что этот тест будет полностью провален. На самом деле, я считаю, что это будет отличным результатом, потому что он покажет, что можно покупать просто дешевый виски и пить его всегда и не париться. Мне кажется, что запах тут сладковатый. Ну, по запаху мне кажется, что это что-то американское, Бурбон или ТНС сайвийский. Мне кажется, что это что-то американское и бурбон любит она севистка. Я думаю, что это она севистка, Джек Дэниелс, потому что мне кажется, что бурбон еще чуть более сладкий. Сейчас надо записать это. Первый пошел. Так, записали и переворачивали это, чтобы записывать на камеру будешь? Или ты уже все сказал? Я уже все сказал. Сейчас надо просто записать на бумажку. Так, а я записываю, получается, ощущение. А ты просто пишешь, какая-то по факту есть. Не будем переворачивать так, чтобы я случайно не подглядел. Ну я таким почерком пишу, что... Соответственно, нужно водой запить, чтобы промыть рецепторы вкусовые. Закусить или чем-нибудь снять тоже. Чем-нибудь закусить. Сейчас мы несколько стопок выпьем. А потом мы немножко поиграем, попоем, чисто чтобы не пьянеть. Чтобы не только пить, а еще и уветривалось при этом, чтобы что-то отвлекаться. Будем потихонечку это все делать. Так, закусить можно. Лучше, на самом деле, чем по таким яблокам. Все-таки тут как минимум идет... Так как это зеркальная камера, то, естественно, все это читается наоборот. Окно по самому... По самой форме, по этикетке. И, конечно же, понятно, что это за риски. Здесь мы не делаем какую-либо коррекцию. Также Иван сейчас находится в соседнем помещении и закрыта плотно дверь, чтобы не было возможности угадать по звуку, по открыванию пробки. Пробки разные бывают, они из пробки бывают, они бывают закручивающиеся, чтобы исключить какое-либо предвзятое отношение. Плюс сейчас то, что говорю, он совершенно этого не слышит, я, конечно, в кадр мне нельзя. Ну и для пущего эффекта, непредвзятости, цвет этого всего дела от него тоже скрыт. Сейчас я это отнесу в то место, где он при входе не увидит. Далее он закрывает глаза и уже происходит дегустация. Поехали. Давай так, вопрос основной. Отличается ли первое от второго, хотя бы? Ну, я на самом деле, ты не назвал такой наводящий вопрос, но я еще до этого подумал, что это очень похожее что-то. Я так подумал, что это, скорее всего, турбон. Не, не к тому, что, в принципе, отличие одного до второго наличитует или не наличитует. Я сейчас, если честно, не чувствую сильного отличия. Но, я говорю, мне кажется, что это все одна большая наебалова самого себя. Я, например, чувствую. Есть. А вот, правда, что есть, в какую сторону, это вопрос, конечно. Я почему-то тоже кажется, что это что-то американское, то есть мне кажется, что это бурбон. Или прошлое был бурбон, а это джек. А это джек, а прошлое был бурбон. Но... Над пропастью воружу их. В любом случае, это пьется легко, и это абсолютно не имеет терпкий вкус, ни то, ни другое. То есть, если уж исключать, я бы исключил, скорее всего, из первого и второго образца, что это вряд ли трехлетний бленд. Все что угодно, кроме трехлетнего бленда, потому что такие более яркие, более жгучие и более светлые, и Джеймсон, и Палантайнс, и Синглы, по крайней мере, Клинфизик и Синглтон. То есть, я бы из этого всего исключил трехлетние бленды. Хотя Палантайнс — это, опять же, трехлетний бленд. Как говорится, теперь это вот тот французский вердикт? Вердикт — что то хуйня, а что это хуйня. Теорема Искобара. Да, до данного момента пока что теорема Искобара. Я думаю, что можно еще сделать три шотика и потом чуть-чуть передохнуть. Если что, я имею право в своем листике, где я пишу, менять то, что я говорю. До открытия его листика. Да, до открытия его листика. И, как бы, мой вердикт окажется окончательным уже когда мы посмотрим результаты. Но какой он, на самом деле, в этом смысл, если я не чувствую разницы между пивами. Это уже будет говорить, скорее всего, о том, что нет смысла покупать дорогой виски. По крайней мере, нам. Так, значит, второй я записываю, что это, на мой взгляд, бурбон. Но что-то у меня даже есть желание, почему-то поменять местами бурбон. Так, Джимби напишем. А, воды надо снова пропить. Водички, водички. Воды, яблочко, если хочешь. И кусочек сальчинона пока ты наливаешь. Этого даже можно налить и побольше. И себе, и Ивану. Хуже никогда даже никому не было. Если бы, конечно, я мог видеть цвет напитка, было бы, конечно, гораздо проще угадывать. Но наша цель здесь совершенно не угадывать, а понять, есть ли смысл переплачивать за более дорогой виски. На твоем месте я бы по цвету, если честно, не смог бы догадаться пока ни в какую. Так, значит, третий. Ну, это опять же, я вижу это все под углом таким, что у меня цвет не... Что я могу сказать? Что относительно двух прошлых здесь запах сам по себе очень слабый. У меня есть ощущение, что это какое-то из символов. Хочу, кстати, сказать, что... Вот, наверное... Наверное, есть смысл упомянуть, как мне кажется, мой самый любимый до этого теста виски. Это Macallan, Triple K, 12-летний символ, который здесь, к сожалению, нет. И, наверное, из популярных брендов, которые мне больше всего не нравятся, это Chivas Regal. Тоже 12-летний бленд я, по-моему, купил. Он стоит довольно дорого, раскручен. Но мне больше всего вообще не нравятся. Популярных брендов. Так, ну ладно. Тяжка, действительно. Замечено. Не то. После второго-третьего хочется самому тоже вносить какой-то эффект в этот процесс. Я постараюсь. Давай, давай. Единственное, что я могу точно сказать про вот этот запах, что он явно слабее, чем у предыдущих образцов. То есть я не могу сказать по нотам запаху, что там этот запах можно чувствовать, но сам все запах именно слабее. Он слабее или тоньше как-то? Он именно слабее. Слабее. Может, слабее. Слабее. Ну, вот как разная. Мне кажется, что это уже не Бурбон. Точно, это не ТНС. Точно, мне кажется. Мне кажется, что это какой-то из синглов. Ну, всегда можно ошибиться двенадцать раз. Скорее сказать, что это может быть коньяк. Я не могу ничего сказать, потому что для того, чтобы что-то утверждать, нужно попробовать. Да, плюс, действительно, если я хотя бы по разу пью практически все, то Юра, я не пью вообще ни разу, и для меня это вообще темный лес. Ну, тогда как это? Методом дедукции от общего в частном он получается с категорией. Я стану предположить, что это Юра. То есть сразу в конечную станцию? То есть то, что это точно сингл? Ну, хорошо. Ну, скажем так, да. Мне кажется, что это сингл, но я угадываю, что это его. Скорее пальцем в небо, чем... Второй бы моим... Второй бы моей догадкой было бы, наверное... Наверное, грандвидик был. Хотя грандвидик такой совсем лайтовый. Ну, скажем так, ты потом сможешь все равно делать некоторые корректировки, так как будет понятно... Я напишу Юра, да. Да, разбег... Пока что все начинается с буквы J. Серьезно. И с Джеймсом тоже с буквы J. Джонни Уокер тоже будет с буквы J. Джонни Уокер тоже будет с буквы J. Джонни Уокер. Мне кажется, что есть очень сильный спирт, чувство. Я предполагаю, что это рациак отецкий. Я сильно сомневаюсь, что это шотландский виски. А если на виске изображен Колли? Ну, не считайте его... Так, на вопрос. Одно из двух. Это либо коньяк, либо редстаг. Но, в общем-то, как сильно пахнет спиртом, я предполагаю, что это редстаг. Не удостоился этот больших комментариев. Ну, и, пожалуй, пятую можно подряд, а потом надо немножко проветрить... Да, как минимум. На контрасте. А почему бы не шесть, если бы Рубикон от шести состоял, да? Рубикон, что? Ну, типа шестик, вернее, не Рубикон, а и клад. Кладу, хорошо, шесть, говорил. Единственное, что мы с тобой не обсуждали, но... Без повторов, да? 12 равных ты делаешь? Да, да, да. Ну, типа без подвоха, что у нас есть так. Да, 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 да. Давай на чем-то верю. Я сейчас себя на своем месте чувствую гораздо приятнее, чем, наверное, ты на своем. Да. Ты сейчас просто мискарик пьешь. Да. А я бы тут думать надо. Я бы этого... Наслаждаюсь себя самим вкусом, знаем, чем я наслаждаюсь. Мне кажется, что-то что-то знакомое. Не, ну, все-таки, наверное, даже до шести нам не стоит. Лучше провели за 1-2. Не чистоты кто-нибудь. Мне вообще-то кажется, что это blend. Мне кажется, что это что-то из лейблов. Ну, опять же, если говорить о лейблов, то красный и черный я бы не отличил. Поэтому, наверное, просто смертель пальцев в небо, я предположу, что это black label. Больше мне ничего сказать. Средненько. Джордж не для хрисиста, да, если уж на лейбл прошли, но это уже, так сказать, барство. Не учитываясь таким, Джордж уже не произойдет. Знакомое всем. И каждому. Не ощущаю, что твои рецепторы забиты были сейчас. И насколько это считает, что они тебя могут обманывать? После 5? После 5-ти. После 5-ти образцов я чувствую разницу. И скажем так, я уверен, что я чувствую разницу, но все-таки угадать не могу, наверное, потому что я все-таки в виски, конечно, пью, но не так часто. если бы чаще может быть действительно способен отличить здесь на зубах тоже довольно сильный сильный относительно она другой стороны лучше наверно будет еще записать твои воспоминания то что я назвал российским виски там тоже был сильный запах спирта но здесь он слабее если честно поначалу мысли как бы были сейчас почему-то даже мысли не было послушай свое сердце что он тебе говорит хорошо давай так а когда он или ты пил коньяк я пометил что возможно коньяк если только 12 12 образца значит не будет утверждения мне не покажешь что-то более коньячное чем это я ставлю что это коньяк но я думаю здесь все-таки как это на рацион или все-таки форекс ты можешь посмотреть на бутылки и вспомнить вообще что нет проблем тоже если я посмотрю на бутылки в некоторых оставалось совсем чуть-чуть на донышке если она уйдет я уже понял что ушло как я наливал даже меньше 20 не прекрасно помню все что было тогда давай как это делается ставки пьется мягко ощущение потом уже ставку ну то есть ощущение как раз будет показывать некоторую динамику разницу между образцами ощущения были максимально нейтральные хорошо приятно ли это пить приятно ли это пить на данный момент больше всего не понравились во первых образца несмотря на то что сейчас у меня уже как бы 6 образец и соответственно ты пьешь больше тебя уже как бы легче какой-то не чувствуешь вкуса алкоголя того неприятного внуса который есть в алкоголе но все равно первые идут лучше да и первые всегда обычно тяжелее в общем-то здесь вот по вкусу именно по ощущениям вкусовым первые зашли легче даже легче интереснее приятнее я здесь как для того чтобы рассказать о своих ощущениях хорошо тогда этот образец относительно последнего что ты можешь сказать между ними какая разница ты сейчас замечаешь или вы не замечаете естественно я хочу сказать этот образец показался максимально нейтральным стало ли давай так следующий вопрос или ты прошлый мне показал чуть мягче примерно разница там процентов или величинах каких а мягче это вот в прошлом как будто было меньше терпкости как будто было меньше вот этой было меньше в прошлом просто чем в этом чтобы подошло потом изменится перебиваю корректируем что подошло для того чтобы пить со льдом если предположение на самом деле садом все пьется легче но когда ты пьешь со льдом нам свой прикол когда только лед положил ты пришел практически чистым а потом постепенно разбавляется но лица более мягким вкус раскрывается другом независимости то какой виски ты пьешь на лейбл ожидает сингл как мне кажется куда бы ты бахнул колу но я думаю что здесь ничего не остается просто как как послушать свое сердце и скажешь это как разогрев уже пошел как пишем короче ред лейбл сколько коньяк возможно я надеюсь что я узнаю коньяк когда он будет потому что иначе скажем так в любом случае так или иначе мы сейчас выбрали еще немного небольшими порциями поэтому все равно не потерялись вкусовые ощущения и там запахи и прочее но как бы после там 300 грамм на самом деле уже в принципе пофиг что пить но это мы как бы знали и до начала этого теста поэтому продолжим так образец номер 7 я не зря себе знаешь это не зря себе он заработал ваха сделки подвох бояться его когда на был 13 образцов чтобы нет но все таки это кажется мне не коньяк хорошо и довольно интересно сравнивать с предыдущими образцами что может сказать по силе аромата насыщенности определенности его приятно аромат по силе средний это гораздо не арча особенно первые образцы и и раз так как показал такое ощущение что ты прям в него уверен вот реально почему-то кажется что такое такое любой сомелье на данном случае сомелье будет некорректный термин прямом переводе да но запах мне не кажется терпким то есть я его почему-то исключил вот яркость вкус гамма что еще определенность ее я бы сказал что это либо джеймс вкусовых ощущений а потом уже что именно ты считаешь как мне кажется вот есть такое ощущение приятно как жгучесть такая легкая жгучесть она присутствует здесь и не присутствует например у мне кажется у лейблах у них не кажется нет она вот отсутствует пожалуй только у них явно выраженные из всех этих образцов но то скидки кстати очень интересно понюхать стакан после я раньше этого не делал но хотя обычно эфирное масло остается на стенках вот эта жгучесть она в легкой степени есть у и у американских этих мискарей например у новой физики есть и у символов но мне почему-то кажется это вообще кажется это джеймс или баланс ну то есть получается что это либо илландский либо шотландский но блэн ну вот это такой блэнт короче который в отличие от каких-то таких мутных немножко он типа яркий более жгучий и нет вот этой вот какой-то чистой такой шнотворности ну да хорошо пальцем в небо еще вопрос мешал ли бы ты это все что угодно можно смешать просто что-то уместного смешать не в плане того что траты денег скажем так как думаешь подойдет до этого были образцы которые смешивались которые были сами по себе хуже соответственно требовали большего смешивания сколы этот я бы сколы не мешал как мне кажется и моя догадка что это это джемс вторая мама это была бы баланс третья коньяк третья сука коньяк зачем я его купил все узнали это клейбу он даже закручивается но теперь момент истины и мне кстати сразу поскольку я выпью напоминает открывать глаза то есть еще тут как кураться глазами я не следил с твоими глазами поэтому я не придумал что тебе нужно так образец номер восемь ты договорил на протяжении семи образцов почему ты решил сказать еще и до восьмом ну давай обетина аромат заморка я чувствую спирт я чувствую что он отличается как будто по другим насколько сильно от образцов или в принципе все как правильно вытрактовать твои ощущения что чувствуешь в аромате может быть что тебе напоминает я не знаю не хочешь сказать коньяк я же не думаю дальше ты еще не выпила уже сказал но вертик согласен ли ты с ним после того как ты выпил да самое интересное прямо если это не рыцак то это коньяк что ну я тут что тебе могу посоветовать ладно я опишу что коньяк пока что это тогда вот тебе ручка чтобы купиться зачем мне его купил так бы я хотя бы уж мог после каждого образца сказать ну это точно виски да айдидиди делил на девятом образце у нас есть гость я правда не вижу где он стоит ну да сейчас мы понюхаем и скажем что мы чувствуем по запаху хороший ты виски или плохой нет для начала просто аромат и общее впечатление хороший или плохой все замечательно мне кажется у него аромат сладкий не очень сильный мне снова кажется что это бурбон а ты что думаешь я с закрытыми глазами пока чтобы свет не видеть потому что я по свету могу определить честно говоря пахнет пластиковым стаканом нет пластиковым стаканом не знаю какие-то нотки нуля это коньяк это вопрос который тебе больше на причине предупреждение сука он что-то умный слишком да что просто ассоциация вот я мне кажется это коньяк понимаешь смотри фишка в том что у нас 11 вискарей и 1 коньяк и этот коньяк он не высокого это вопрос с подвохом у нас один коньяк 11 вискарей мне все время кажется что я пью коньяк ну а осталось только выпечешь это помощь друга знаешь как звонок другу слушать что-то с миллионером а действия у нас еще выбирается ну обычно из яичменного солны блять тебе кажется что это коньяк может это у нас коньяк кристаллить если и мы привыкли его так да а шампанское кристалли просто в диких короче надо на вкус ты ему нормально налил или как не чуть-чуть али ему нормально ну я уже давай а потом мы его налим нормально, давайте попробуем на вкус все разбираемся с веслана а мне кажется что тогда запиши это если ты так уверен а если это коньяк то что было прошлое что вообще все предыдущие сколько там девять позиции нет ну хорошо еще налить стоп подожди давай так сначала тест а потом уже налить налить вот там есть чуть-чуть из ящика и второй момент по вкусу терпи яркие мощные что ты думаешь на этот счет давай сначала вкус не то что это что это именно а именно какой вкус он такой опять же средний нейтральный не очень сильно нет вот этой терпкости рыбаловской white horse вмешал для бы ты его расскажешь это 12 летний символ хорошо вопрос кола в этом моменте ты бы сейчас сказал и коньяк по стенкам сосуды чувствуешь виноград да так не подсказывать я вообще нет коньяк я пью тут как сказать это коньяк я пил как похоже очень-очень похоже а сейчас он скажет маркетинг вот так и продают слушай а где ты просишь надо его позвать подожди скажем так мы можем продолжить когда уже будет основной этап завершён а потом уже будет весело как другие думают сейчас тебе надо искать да какой искать какой коньяк но в данном случае искать да априори во всем позиции ладно я пик его пальцем в небо и пишу что это баллентаймс нужно выбрать что-то из этих да эээ как что по твоему из этого мне кажется сейчас потому что это что коньяк а ты что записал я записал баллентаймс у меня прошлый коньяк я уже был был записан кстати нет не был да ладно ну хорошо пускай еще одна установка у меня была какая-то мапок сторона слушай а почему у тебя это рюмов четыре у меня три подвела математика вот вот эти да три вот эти двенадцатых росток мы тестируем слепой а потом я буду сверять с реальными результатами что пацаны можете по запаху сказать ты лучше сам говори больше чем слушай это одинаковые во всех во всех трех одинаков да да в любом случае точно не коньяк а мне все время кажется что это коньяк я купил один этот коньяк и он эти мозги просто толпастил но запас конечно не спиртуозный точно не очень сильно так камера камера судя по цвету не говорить потому что я по цвету погадаться давай так аромат что чувствует есть ли мне кажется что то из силов что то типа крэган моро потому что он такой типа слабый не очень сильно у тебя на вкус ваш здоровый пацаны а здоровый супер здравствуй не это не коньяк это не коньяк не 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 а когда будете тестировать горюку горюку будете тестировать какой смысл да нет у вас может быть потом будет каст пива в этом смысла нет но если это коньяк он такой аромат ну это все кусок плевоты который в принципе разница только в том из чего он сделан там нету разницы то есть там нету грубо говоря дешевого и дорогого оно все одинаково в целом ну то есть оно такое грубо говоря оно может быть и самогонтиком грубо говоря кто сделал так и получилось у него нету в общем я записываю свою резид мне кажется что это сингл ну вот этот вот он прям жгет вот тут прям жгет ну а ты до этого уже что-то выпил да нет я все не выпил я только с работы пишу ну я пишу что это Крэгганмуар подожди я не могу сказать что это я могу только вкусы я так понимаю и ты что и потом значит ты считаешь что это какой-то крепкий так ну они по 40 градусов все мужской типа мужской серьезный по мое поправился на глаза в принципе какая-то колонна ну так можно перекладить расход не на сколько можно перекладить А? на сколько сколько ты готов за бугу отдать? не знаю не жалко ну за такую забыду ну штука не ну не жалко ну не жалко было бы не за жало вот на такое было бы не жалко с таким стопырём можно сидеть туда ничего не подмешали чай дубовый дубовый чай он просто перебродил эффекта после испытия этой рюмочки согревающий не на самом деле интересная а брозес номер 10 значит всем понравился скорее всего этот эксперимент я выиграл потому что я выпил рюмку залпом вот и так сказать оценил все приметы этого напиткой а потом он наблюдал так сказать классный напиток классный прикольно да да сказал кардан какой-то мощный у вас surprise у нас хорошо у нас водителя да 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я, конечно, допускаю, что я везде ошибся, ты только мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это в принципе могут быть похожие на символ канала глинфизика какие ощущения аромат, что ты можешь сказать по нему? яркий, теркий, относительно других аромат слабый, но яркий я в своей голове уже говорю про глинфизика благородность, отсутствие благородности, пертяга гребаная хорошо, второй слепой испытуем упражнение подожди, подожди, ты своё ощущение будешь на него варить ладно, давай сейчас я тогда пахну может что-то тут немножко накидит и в принципе это вписывается в ту концепцию, что остался синглтон и глинфизик я бы сказал, что синглтон запиши свой результат, объясни почему синглтон более терпкий, чем глинфизик, глинфизик такой, мне кажется, более яркий, более лёгкий а это такой синглтон более легковатый терпкий я прошу слова я не, если что сказать для начала мало ли там, ты была пушка, я не разбирайся, не пробовал ну, в принципе, мягко вкусно, в сколоках, пойдёт, не пойдёт не знаю непонятно непонятно салат я могу сказать, что то приятнее ну, хотя бы даже ладно экземпляр номер два, я больше не хочу чтобы они задумались хотя бы над тем, что они делают и ради чего хорошо, остался последний экземпляр но это не без метода исключения, а всё-таки со вкусом а ну-ка все вон отсюда на секундочку а можно первый экземпляр да, да, первый иначе это номер один номер один оставляю там это номер три это номер три слушайте, я понимаю, что у меня методом исключения остался только глинфидик хорошо, ну а что говорит твое сердце исключение, это конечно интересно, но мы не на математике это может быть всё, что угодно коньяк нет, ты хочешь, чтобы это был коньяк я хочу, чтобы это был коньяк я хочу экономить всю свою жизнь оставшуюся давай так, относительно предыдущего, что можешь сказать что к чему мне кажется, что запах приятнее, чем у предыдущего мне кажется, что он чуть ярче, чуть сильнее ладно, сразу на вкус мне кажется, что это вполне может быть глинфидик почему? ну, во-первых, он остался минутным исключением я бы притянут к нему ну всё, я по... здесь у тебя уже маркетинг если я тебе скажу так я сделал не маркетинг, я сделал в том, что мне кажется, что у него действительно есть вот обжигающая приятность у него есть отсутствует терпкость по сравнению с тем же самым синглом, у синглом прям явно больше терпкости я хочу скорее узнать результаты, поэтому я записывал хорошо, записываешь, и давай так ещё последний вопрос, который будет ко всему этому относиться какой тебе из этих больше всего по памяти понравился? эээ, щас да да ну, понимаешь, когда привязывался к... когда я что-то говорил я, наверное, говорил те, которые, как мне кажется, нравятся больше всего а ты уже сказал, да ты можешь сказать, что у тебя никто всё равно не... а, нет, конечно, мы... да он сказать сказал, но это не значит, что он правильно сказал ну, давай, скажи, скажи это как это... мнение... может, у нас, у нас... потребитель все-таки первый вариант, да? я вижу его боль ну, это немножко лучше, чем, порой короче, да я согласен но, первый и лучший первый лучше всегда ну, ладно, мы пока ничего не знаем в каждом начале ну, всё, можешь оставить, а не представлять Ладно, а теперь... Так, подожди, а теперь смотри, значит... Торжественное объявление... Не, подожди, подожди. Вопрос номер один важный. Будешь ли ты менять свои результаты? Я не вижу смысла, потому что я уже запутался. Хорошо. Тогда, получается, соглашаем результаты? Давай потихоньку. Первый, у меня Джек Дэниелс. Хочешь ли ты узнать, что было первым? Что было первым? Балентайнс. Но я скажу так, я не удивлен, потому что они оба жгучие. То есть, это скажем так. Ну, давай, когда... Так, ну, забери. А, не хочешь? Ну, не хочешь? Нет, я... Ради бога, не... Нет, там никто не может. Можешь забирать, да? Можешь забирать, просто... Нет, ну, пускай... Вы вылите его или что? Забирай, забирай. Угости. Пускай там стоит. Детей угостишь. Так, Балентайнс, пожалуйста. Спасибо, мужики. Да, это было охуенно. Скажем так, это проек, которому я, скажем так, не удивлен. Это не очень сильный проек, на мой взгляд, потому что Балентайнс и Джек Дэниелс они мне всегда казались, что у них вот есть эта тоже кучесть, нет терпности вот этой неприятной, как у Лейборда. Ну, наконец-то мы закончили с вискарем, и мы можем, наконец-то, обсуждая результаты попить пива, тем более, что и то, и то это ячменный солод, то есть эти напитки хорошо сочетаются, поэтому за успешно пройденный тест. Итак, первое у нас было, опять же, возвращаясь к предыдущему, до паузы видео, что Балентайнс был на самом деле, а все-таки думал, что это... Я думал, что это Джек Дэниелс, но это проек, с которым мне не стыдно, потому что это такие... Они похожи, они в цене одинаковые плюс-минусы. В одной цене, и они такие приятные, жгучие, у них чистый вкус, нету терпкости. Теоретически перепутать было можно. Скажем так, если бы ты пил это первым в баре, то, возможно, ты отличил, а если бы это был пятым, то тебе уже был бы барабан. Само собой, да. Хорошо, давай так, следующий. Второй, я сказал, что это Бурбон Джим Дим. Ты удивишься, на самом деле. Ты вообще сильно удивишься, потому что это Джим Дим. О, ну что ж, я могу Бурбон отличить от... От не Бурбона. Ну что, ура, я заработал один балл, то есть я уже как минимум проиграл не в сухую. Так, скажи так, а это что-то не безнадежно играет, а все-таки... Ну, что я могу сказать еще про Джим Дим. Джим Дим идеален для... Потребления... Олд-фэшнно. И... Это самый, наверное, распространенный бренд Бурбона. И в целом... Пусть они его производят дальше. Я это разрешал. Опять же, ценовая категория подешевле, по-моему, чем Джек. Слушай, на самом деле не всегда, но в целом обычно там процентов бывает, что 10-20 дешевле. Да, даже дешевле. И, ну, распространен, в принципе... Ну, тянется рука к Джеку, но если она дотянется до Джим Дима, плохого ничего не случится. Но, опять же, если ты хочешь сделать фулт-фэшн, ты возьмешь все равно. Да, да, да. Отлично, отлично, отлично. Идем дальше. Номер три. Третий я сказал, что это Юра. То есть ты хочешь сказать, что третий ты определил как сингл. И это Юра, то есть это получается островной. А, то есть островной. Единственное островной из всех образцов, которые были. Слышу ли я там топливные нотки, которые должны быть в Боллэнде. А что, не слышал? Ну, на самом деле, здесь правильный ответ. И, к чести сказать, я не думаю, что будет шерчевым. Это синглтон. Синглтон. Синглы, синглы. А синглтон, напомни, это у нас что? Что там написано? Ну, посмотрим, что и пусть. Синглтон — это Лоуэнд. А они, по-моему, все оставшиеся, кроме Юра, три — это Лоуэнд. Тогда, значит, синглы попали. Так что, можешь сказать, что не спиннер. Ну, значит, они действительно похожи по вкусу. То есть, давай дальше третий, четвертый. Четвертый, хорошо. Я сказал, что это Red Stack. Но я тебе могу сказать, что ты здесь ошибся. Ведь это Noble Stack. А, ну Noble Stack. А, это Noble Stack? Noble Stack. Я просто забыл название, но я угадал. Ну, Stack, да, да, да. Это пойло, которое отечественное производство, которое даже, ну как, мешать ли с виски, не мешать, но не стоит. Но оно очень спиртозное. Сколый. Сколый, да. Ну, спиртозное, прямо вот, не прогадаешь. Да, я не запомнил точно название этого. Дважды уже было такое, что... Как его? Я не запомнил название, как оно точно называется, но я запомнил его на вкус. Я когда-то это упил. Это единственное былое лоб, которое я его выпил. Но, значит, ничего себе, в 24-х, слушай, я ждал, чтобы быть гораздо хуже. Смотри, Noble Stack еще чем примечательнее. Ведь было до этого небольшое слепое, но не очень подготовленная дегустация. И Noble Stack тоже был среди этих угадан. Потому что отечественное производство, опять же. Ну, спирт там чувствуется. Спирт чувствуется очень сильно. Но нужно сказать, что... В общем, это то, что мы угадываем... Я угадываю один из двенадцати. Да, это довольно... Я уже угадал каждый второй. Это, в принципе, пока что... Надеюсь, что дальше хотя бы еще что-то угадаю. Ну, хорошо. Номер пять. Номер пять. Я сказал, что это Black Label. То есть, это получается Black Label у нас Blend. Первого трехлетнего Blend скотча. Хорошо. Но здесь промах. Ведь номер пять — это Glyn Fittich. Неожиданно. Неожиданно. Да. Ну, Glyn Fittich мне казался... Мне казался, что это один из моих любимых. Но Black Label все-таки ты сказал. Сказал, что все-таки Black Label. Ну, подожди, Black — это все-таки круче, чем Red, по идее. То есть, что-то все-таки тянуло, да? Я сказал именно Black, потому что мне показалось, что в нем... Ну, все знают Red Label. Все бьют Red Label. В нем есть такая вот нотка, вот эта какой-то... Которую зает. Маркер. Таштан-форный серп, если как-то понимаешь, что ты пьешь недорогой вискаль, но который, тем не менее, идет нормально в любой форме. А здесь нормально в любой форме и чуть получше, чем нормально в любой форме. Но, опять же, сингл с глендом перепутан. Но, тем не менее, скажем так, upper class с lower class не перепутан. Хорошо. В цене Green Pidish всяко больше, чем Black. Я бы сказал, что это 2 дороже в целом, чем если не в 3, чем в Black Label. Это важно, потому что мы делаем исследование. Хорошо. Ну, здесь мы разобрались. Номер 6, это будет, наверное, любопытно. Номер 6 я сказал, что это Black, о, Red Label. Ну, и возможно, коньяк. И возможно, коньяк. Ну, давай так, финальный вердикт. Вот просто. Положал руку на сердце и удача. Если честно, я не помню, этот коньяк сбил мне вообще все карты. Он преследовал меня сквозь весь этот тест. И ты сейчас делаешь какие-то намеки, но было бы неправильно сейчас уже менять из своих намеков. И поэтому я ставлю Red Label. Если я промахнулся, то я промахнулся. Промахнулся, но не сильно. Джеймсон. Джеймсон. Ну, в целом, как бы, да. Стрельба по моральям из пушки. И в целом, что Джеймсон, что Red Label, налив тебе в баре, хрен бы ты отличил, если бы это было еще и склон. Ну, что могу я сказать? И ты другой склон отличный. Если бы я сравнивал Джеймсон и Red Label между собой, мне кажется, что я бы их отличил. Потому что мне всегда казалось, что Джеймсон такой чуть более жгучий, более такой чистый, приятный, яркий вкус. А Red Label, он такой, типа, более глупый. Но, опять же, слепой тест. Ну, ничего, странно, вырежешь. Слипой тест. Один из двенадцати, это все-таки нормально. Это максимально, да. Не, ну, Джеймсон, опять же, не, не, попадание. Попадание, в целом, ну, что Джеймсон, что Red. Это одноклассники. Нет, тем не менее, Джеймсон обычно дороже, чем на Red Label. Но не сильно, это не два раза. Это не синглы вообще. То есть, как бы, ну, в целом, я бы даже засчитал. Ну, давай, пока. У нас, скажем так, есть около попадания и... Ну, как это так, в прямые попадания? Я предлагаю так, что за около попадания можно будет потом начислить по 0,3 балла, а за целый по одному баллу, и потом посмотрим. Да, хорошо. Номер семь. Я сказал, что это Джеймсон, это уже неправильно. Ну, да, неправильно. Хорошо, как думаешь, Джеймсон, соответственно, это Blend, и это... Что это, в США, в скотч. И Джеймсон, ты был в списке. А, ирландский. А, точно. Ну, это было бы смешно, если показался Red Label. Ну, не будет смешно, потому что это Юра. Это сингл. Сингл с островов. И, между прочим, кстати, ставлю свои пять копеек, зная, что я пью. Возможно, это пиетет. И здесь я сыграл маркетинг, но он мне больше всего понравился всей этой линейки, если честно. Ну, то есть, он мне прям вот, я бы даже с удовольствием собрал себе домой, либо оставил бы его здесь, но спорит богом, что пить только в определенной компании, и не всем подряд. То есть, это, как бы, для меня цереврониальный лист. Я готов еще купить эту бутылку себе домой. Он дороже по цене раза в два. Три с половиной, две триста... Уку, два раза. Три двести, либо три восемьсот, в зависимости от того, что на данный момент... У меня он в два раза дороже, чем Джеймсон. Да, но вкуснее. Мне он вкуснее. Просто я в его пил, у меня не было такого, что... В любом случае, когда я говорил Джеймсон, я подразумевал, что это что-то хорошее, потому что, насколько я помню, он тебе, в принципе, нравился. Я говорю, вот, предубеждение... Вот, когда я говорил коньяк, когда я говорил... Это значит, у тебя был новый класс. Мне не нравились изначально, у меня было предубеждение плохое относительно Рэдстага, Рэдмейбла, Трифилблэк лейбла, Канька и, в принципе, все. А все остальное, в принципе, хорошо было, по-моему, не так. Ну, хорошо, значит, давай так, седьмой сингл, все-таки это новая была позиция, которую никто не пробовал раз, во-вторых, она даже не из того региона, который когда-либо пробовался. То есть, это островной. Давай как-то забудем почитать, я считаю, что за джимбин я... И у меня есть список, если что-то правильное. Не, ты понимаешь, я имею в виду, что за джимбин я себе ставлю один балл, За редстаг я себе ставлю один балл. Да. Юрый сингл по 0-3 балла, как мы договорились. А за джимбинс и балл таймс, то совершенно разные вещи, но похоже на вкус, но если я за них 0-3 балла накидываюсь, не буду, глэйбл и глэбл минус, минус, вообще полностью глэбл Джеймсу мимо, Джеймс Юра тоже мимо. Так, давай, восьмой. Восьмой сам интересный. Я сказал, что коньяк. Потому что, да, впервые до этого было предположить, что коньяк, а восьмой – это всякий коньяк, да? Да. То есть, сейчас на самом деле будет вопрос. Если ты говоришь, что это коньяк, то остальные, значит, точно не коньяк. Я чувствую где-то наебаловку. Я сказал, что я не буду менять, смотрите, я же не помню, что я тогда уже чувствую. Ну, мне показалось, что, знаешь, если честно, следующими тоже коньяк, ну, 8 или 9, скорее всего коньяк. Хорошо, ну, давай так, 8 коньяк. Утверждено. Барабанная дрэп, потому что это самый главный вопрос. Стоит ли вообще заниматься той ерунды, которой мы занимались? И правильный ответ – это коньяк. Все. То есть, эти сотни, эти тысячи рублей потрачено на это все – это оправданное вложение. Я прям 2 балла себе хочу поставить. Поставим 2 балла. Потому что коньяк – это исключение, потому что он не вискарь, поэтому можно и 2. Все, да, все. Скажем так, 1 балла себе ставлю, но в душе себе ставлю 2 балла. В душе уже генеральские погоны, все. Ну, скажем так. А помнишь, как братья пришли, и один из них мне тут стирал, что 9-й, ну, точно коньяк. Ну, вот братья останутся… А очень легко послушать человека, когда он тебе что-то на уши говорит. Хорошо, тогда, получается, смотри, на данный момент я… Нет, я ставлю 1,3 балла за это, за то, что чужой мнение. Потому что я проигнорировал любой маркетинг и остался при своем мнении. Ну, дальше уже будет интересный, как раз-таки, с эмильешной, как говорят любители вина, изыски и исследования. Ну, давай, номер 9. Ну, это неправильно, потому что я сказал, что это «Ballantines», а это не «Ballantines», потому что «Ballantines» у нас был самым первым. Ну, если у тебя были памятные… Я его перепутал с Джеком Дэниелсом. Девятое. Ну, может, это Джек Дэниелс? «Raganmore». Или как он там называется? «Raganmore». «Raganmore», да, сингл, в итоге это правильный ответ. И он, что, «Lowline». Да, ну, это 0 баллов, но хочу сказать про «Kragenmore», что когда я попробовал первый раз, а я купил только вот одну бутылку и пару раз, очень-очень светлый, сначала мне показалось, что он очень тепкий, а второй раз я его попробовал, а мне, наоборот, показался более таким жгучим и светлым. То есть, это обиграющая какая-то штука, которая требует понимания. То есть, наверное, его хорошо бы сравнивать с синглами другими, вот в чем дело. Да, с двух раз были как бы разные ощущения, и такая… Плюс я бы первый бутылку вообще купил. Ну, значит, получается, его надо среди синглов. Возможно, действительно, есть смысл там пытаться… Ну, как бы мы уже понимаем, что… Нет, здесь, согласись, от коньяка до хай-класса, ну, опять же, без учета Макалана, там, да, но в целом, слишком большой полет фантазии, так что здесь можно ошибиться гораздо легче, именно из-за того, что тонкие вкусы в тонких напитках требуют гораздо больше внимательности. А тут, знаешь, из-за этого, блин, да это коньяк, или это все-таки сингл, блин, какой-то двенадцатилетний. Да, я хочу отметить, что на данный момент, в принципе, ожидания от того, что покажут этот тест, они, в принципе, соответствуют тому, что он показывает. Они лучше, чем ожидания от того, какой он будет быть. Да, давай перейдем к девятому полку, который сказал, что… Дайконбор, который ошибся всем чуть-чуть. Ну, тогда что это? Значит, давай сейчас попробую сказать, что это такое. Если я сказал Крэдонбор… Да, еще помнишь, у нас же теперь были гости в этот момент. Треть, десять, одиннадцать, двенадцать, были гости. И им понравился всем этот? Да. Им очень понравился. Что это можно? Причем отмогрался, относительно остальных двух, в чем дело, это тоже важно. Ну, я опять со своим джеком Дэниелсом. Давай так, ставку, не поехали. Если это джек Дэниелс, то я пишу себе 0,3 балла. Это джек Дэниелс. Джек Дэниелс, пишу себе 0,3 балла. И он всем больше всего понравился. Методом исключения можно одиннадцатый и двенадцатый, в принципе, понять. Сейчас я пойму, попытаюсь. Но, скажем так, джек Дэниелс заслужил рекомендации… Как стандарт, это качество, которое является стандартным. Кажется, как он понравился всем. Не всем понравился одиннадцатый, который я сказал символно, но он мне показался терпким. Но это не символ. Соответственно, это был редлэйбл. Да? Редлэйбл 0,3 балла. Почему я сказал символно, потому что символно мне тоже казался терпким. А редлэйбл в моем вкусе именно этому и соответствует. Я беру редлэйбл, чтобы у меня есть 0,3 балла, если тоже не справлюсь за это. И самый последний, я написал, что это компизик, но физик уже был. А методом исключения у нас остается… Дэнбл. Дэнблэйбл. Ну, это вообще темный лес для меня. Дэнблэйбл от редлэйбл. Мне всегда было тяжело отличить. У нас были в этот момент… Но я про него сказал какие-то позитивные вещи. Да, он типа получше, чем… Ну, не все остальное, а последние два. Но, тем не менее, гости, которые у нас были, вот как раз нам что-то… Который тебе больше всего понравился, номер 10, это оказался Джек Дэниелс. Всего-то. Всего-то, но… Ну, классика. Классика, классика. Это классика. Второй, который тебе не понравился, это Red Label. Ну, он дешевый и, в принципе, тут тоже нечего утипать. А третий, который тебе понравился чуть больше, это был… ему не понравился он мне понравился чуть больше чем 2 но так же невозможно тем не менее тем больше чем на то есть получается у них два раза стоит дороже я сказал 2000 за бутылку джек дэнис стоит ровно 2000 которые выглядят примерно вот так вот делаем вывод что в принципе наше ожидание от низкого класса среднего и высокого низкий класс был определен я угадал довольно хорошо и много я угадал раз-два-три остальных это 0 3 еще ты тоже считай но коньяк супер низкий класс по качеству можно всегда поделить и даже даже за кем-то несмотря на то что его можно мешать сколой почувствуешь а все что стоит долларов раз довольно сложно да но в целом смотри классика не стареющий типа джека и джина джима она особняком вот символов и всякие синглы и прочее они все таки там они курсовщина а вот эти блин есть и есть и бурбон это бурбон да всем нашим друзьям спасибо что смотрели это видео до конца родственники тоже там что еще все кого успехи кинули табличку надеемся что это будет иметь хотя бы какую-то пользу если вы пойдете в магазин и будете выбирать что-либо из этих напитков скоро будет видео про слепой тест лагеров и вы еще можете сами провести такой же тест и поделиться такими же умозаключениями на свой вкус и будет это с более полной любви все всем пока